всем привет друзья и гости канала я наталья успенская и я очень увлеченный растениями человек у нас продолжаются пасмурные дни вроде день а как будто уже и вечер очень быстро все темнеет смеркается но у меня как видите тут светло и солнечно про освещение мы с вами поговорили в прошлый раз а сегодня хочу воспользоваться случаем и поснимать растения на подоконнике когда нет солнца делать это очень-очень удобно и у меня тут растут разные цветочки которые больше всего нуждаются в солнышке конечно же это суккуленты это адениумы у меня стоят в самом самом центральном солнечном месте мои красавчики толстеют они так подросли за лето так распузатились вот этот адениум я даже пересаживала в этом году два раза он пьет я не ожидала что суккуленты могут так пить давайте вам вытащу своего самого крупного красавца и покажу вот мой самый-самый крупненький толстячок смотрите какая попа у него наросла каудекс он тут в земле а так он намного больше вот это все если обмахнуть красавец и я его уговорила ветвиться у нас сформировалась вот такая красивая крона адениумы я уговариваю ветвиться методом прищипывания длительным причем прищипыванием одного и того же место этот способ работает на многих растениях которые не хотят ветвиться я таким образом формирую крону лимоном формировалась сейчас у меня их нету но когда прищипывать одну и ту же макушку два или три раза то растение обязательно поймет что вы от него хотите и выдаст две или три точки роста и вот адениумы которые не хотят ветвиться у меня разветвились две веточки на макушке проснулись и одна активно пошла в рост здесь вот снизу но красотень красотень еще бы зацвели и вообще было бы здорово эти адениумы я выращиваю из семян которые приехали ко мне по почте с алиэкспресс и я даже не знаю какие тут сорта но я догадываюсь могу только надеяться на честность продавца тут должно быть у меня несколько розовых махровых не махровых красных с каемочкой черный должен быть желтый должен быть белый в общем цвета должны быть разные а когда мы это увидим неизвестно еще у меня один аденю сейчас мы доберемся аккуратненько ничего бы тут не задеть вот еще один который я уговорила ветвиться просто он у меня жирафиком адениумы так могут проказники еще те вот я его пощипала пару раз пришлось это делать и появились у меня две почки но одна заметно мощнее чем 2 и тогда я поставила его к солнцу вот так слабенькой почкой 100 к окну к свету и она практически догнала видите почти почти одинаковые вот когда он у меня выдал две неодинаковые почки у меня была мысль еще раз щипнуть и не давать развития вот такому неравномерному росту но потом думаю ну щипнуть я успею дай-ка я его поставлю вот таким способом то есть эту веточку затянила вот этой веточкой которой нужно развитие и вы знаете мне понравилось то что я получила вот такой вот приемчик в общем вожусь я с ними вожусь воюю за красоту и формировку кроны а есть у меня адениумы которые ни в какую не хотят ни в какую не хотят ветвиться вот он стоит себе жирафа обиделся наверное что я его щипнула и все ничего не пробуждает вот так бывает на остальные молодцы растут себе не капризничают будем ждать теперь от них цветение также у меня тут растут как тусятам как тусятам этим скоро будет два года это тоже из семян май малыши сеянцы и они совсем не торопливые вот представляете вот такое чудо выращивать из семян два года нужно ну почти почти там где-то год и семь наверное год год и восемь вот такие малыши я покупала смесь семян непоседа в сетевом магазине и там кактусы микс были они действительно микс они разные вот совершенно другой кактусенок тоже представляете ему почти два года тут такая малышня крошки мои может быть их пересаживать уже пора хотя я их уже пересаживала и они растут у меня новых уже емкостях но посмотрим вообще кактус неторопливый я думаю они там заняли очень мало пространство своими корешками дальше у меня тут растут лесные кактусы декабристы а также эпифилумы и они тоже очень нуждаются в солнце это нужно для цветения в общем они у меня не хотят и я перечитала кучу информации и поняла из всего узнанного и прочитанного что им нужны суточные колебания температуры примерно в 5 градусов но чтобы нижняя температура была от 16 до 22 для того чтобы завязались бутоны и поэтому они стоят в самом прохладном месте здесь часто я открываю форточку и почти всегда открыты микро щели и мы будем ждать снова цветение сейчас прохладно и у меня в ночь опускается температура здесь до 21 градуса сейчас уже она к вечеру снова начала опускаться а днем было конечно потеплее в общем это колебание которое теоретически должно стимулировать их цветению я достигну также помимо декабристов у меня здесь живут вот такой вот лесной кактус это хоть ора такие танцующие косточки или брызги шампанского такое вот интересное растение мы с вами ее черенковали и я сразу при вас срезала веточку и воткнула в грунт все у меня прижилось растение очень неприхотливое никаких сюрпризов не выдает зато она теперь стала пушистенькой потому что когда она отрастает либо нужно ставить подпорку либо выращивать ее ампельно но одну веточку до ампельно выращивать согласитесь не красиво а так если она даже и свесит в разные стороны ветки то это уже будет пышная шапочка и она у меня капризничала стрессовала когда я ее повернула относительно солнца представляете начала кидаться активно вот этим своим сегментиками сейчас у нее конечно это прекратилось ничего никуда не падает а так ежедневно я находил на подоконнике несколько вот этих иголочек и вот я их ставила в маленький горшочек думаю а будь что будет они взяли и прижились не все конечно но много так что будет у меня когда-нибудь еще одно растение подрастет затем есть у меня тут эпифилум прям экзотика экзотика но они совсем маленькие это эпифилум ромулоза но я нашла в интернете больше похожий на репсалис эллиптика в общем если посмотрите то осмотрите репсалис эллиптика больше похоже на вот это растение укореняется он у меня что-то очень туго чуть не загнили сегменте кино я тоже решила включить режим жду на и будь что будет и вот они пошли в рост смотрите вот эти сегменты у меня отросли вот они светленькие такие блестящие и уже от них уже малюсенькие малюсенькие такие сегментики пошли очень меня это радует дальше у меня тут растет эпифилум королева ночи который мы с вами сейчас пересадим быстренько растет она у меня вот такой вот одной веточкой это нам конечно не интересно так мы же любим пышные все кустики плюс у нее хорошо развились корни за лето они везде уже вот они как бы фокус поймать ну в общем вот поймали фокус у нее хорошие корешочки уже упираются стаканчик я думаю сейчас мы с вами ее пересадим и заодно и расчеренкуем здорово так за лето подросла это королева ночи ведь весной она ко мне попала вот таким вот маленьким кусочком и вот это все у нас отросло также я вижу что есть зачатки ветвление и вот тут и сейчас после черенкования я думаю что вот эти все зачатки еще лучше пойдут в рост и так я выбрала для черенкования вот эту веточку и и удобнее будет снять вот в этом месте стыка это цельно идет ветка а вот это боковая я думаю как раз ее и судьба нам снять попробую как с декабристами покрутить и так отстегнуть сегменте вот такого растения у меня вы знаете ли не было я его буду размножать впервые но зная принцип и технику роста лесных кактусов можно это сделать я думаю мы с вами справимся и так кручу 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 верчу запутать хочу она не крутится представляете вот не крутится и все тут открутила нежные аккуратно без вас чтобы время ваше не тянуть вот так снялся череночек и я подумала что два черенка это тоже как-то скучновато правда а давайте еще один череночек снимем не будет у нас сразу три растения в горшке это ведь уже интереснее правда кстати вот этот эпифилум размножается не только сегментами как декабрист но даже если черенок срезать любой частью своего листочка на самом деле это конечно не листочки а стволики такие видоизмененные так как этот как это является кактусом это растение и листочков она конечно не имеет сейчас я обрабатываю перекисью места срезов и мы их с вами подсушим обработаю я также срезы и на материнском растении вот теперь точно это растение начнет ветвиться вот такой вот оставила хвостик почти то же самое что что и попала ко мне в дом а пока все это сушится у нас подсыхает мы с вами поговорим о грунте для лесных кактусов грунт для лесных кактусов должен быть слабо кислым и для этого универсальному цветочному грунту я добавляла торф верховой затем грунт для лесных кактусов должен быть рыхлым и для этого я добавляла керамзит вот такой глиняный и циолит мелкие такие светлые вкрапления в грунте этот солид наполнитель для котиков парсик стандарт использую его в качестве влага удержателя разрыхлителя и источника кремния есть очень полезные также я сюда добавила уголь уголь будет предотвращать различные загнивания потому что лесным кактусом это действительно нужно корневая система при переливе и излишнем увлажнении очень даже склонна к загниваниям лучше сделать профилактику виде угля чем потом лечить или переукоренять растений горшочек я подобрала вот такой я думаю по размеру на три черенка будет самое то поставлю сюда одно растение и еще два череночка на дно я обязательно делают дренаж при ножом у меня служит конечно же уголь и керамзит уголь в нижних слоях почвы предотвращает закисание а также служит источником минеральных веществ и крупные кусочки керамзита это отличный материал который со временем не портится не меняется и очень хорошо служит примерно вот так будет у нас дренаж на дренаж конечно же насыпаю грунт чтобы растение не ставить голыми корнями на уголь все-таки уголь хоть и нравится растениям жить они в чистом угле не смогут вот подготовились и посмотрим на корешочки королевы ночи кстати называю королеву потому что здесь так написано а по всем данным по сайтам я посмотрела то называется это оксипелатум царица ночи они королеву так что это не моя оговорка это оговорка заводчика наверное все таки как с вами будем царицы ночи называть да королева ночи царицы ночи а я говорю царица ой королева а вы меня даже ни разу не поправили я-то на стаканчике так посмотрим сейчас что у него тут в грунте для нас припрятано ой вылетела готова вот они какие корешочки хорошенькие и устанавливаю это будет у нас здесь стоять вот так будет вам лучше видно а эти два череночка они быстро сохнут потому что очень маленькая площадь среза я выбрала самые тонкие места очень быстро они подсохли и это у нас будет вот так продолжаем с вами путешествие по подоконнику здесь у меня притаился крошка ангу лидер но какой же он малышок ангу лидер это эпифитный кактус который похож на рыбьи косточки вот такое вот чудо пока что у меня ни на что не похоже а больше на мышиный хвостик потому что пока что полноценных таких плоских стволиков у него не появилось но он растет с весны и в общем то немножко подрос был вот этот хвостик и еще и короче намного вот и этот вот появился уже какой-то четырехгранный в общем растение это развивается а это самое главное долго медленно но мы растем тут еще у меня декабристы разных цветов должны быть разных сортов но красоты пока что я от них не видела только в ожидании здесь есть излишки которые я с удовольствием раздаю всем своим покупателям растений кактусы я свои периодически стригу но сейчас я этого делать не буду я все-таки надеюсь что они мне заложат бутончики вот этот пытался зацвести видимо у меня самый цветущий из всей моей коллекции но после перестановки на другое место он сбросил бутоны да лесные кактусы очень на это плохо реагируют и очень стрессует при сменении освещения представляете вот хатиора начала сегментики сбрасывать декабристы сбрасывают бутоны а этом рипсолидопсис необычный такой весной кактус не похожий на декабристы потому что это совершенно другое растение хотя многие путают если обратить внимание то сегменты имеют овальную форму никаких зазубринок ничего вот такого вы не увидите вот видите какие зазубринки и сама форма сегментов имеет такую специфичную форму рипсолидопсис и все же овальные также лесные кактусы у меня живут вот тут в подвесе они разные и это очень заметно например вот этот лесной кактус пытается у меня быть эпифитным свешивает своим не очень то даже длинные плети уже свешиваются вот этот декабрист более приподняты имеет веточки а вот этот и вовсе желает быть кустом хотя формы сегментов у них совершенно одинаковая с зазубринками но при отрастании веток очень видно что это все разные сорта когда же они у меня все зацветут как же любопытно что это за такие разные сорта не живет у меня тут еще чудо чудесное лесной кактус под названием вот забыла а драконий фрукт да драконий фрукт мини драгон фрукт это растение которое может выращивать на своих побегах съедобные плоды цветет как я поняла ну не очень феерично белыми цветочками зато могут вырастать на нем съедобные розовые ягоды по вкусу напоминающие клубнику вот такое чудо растет хорошо я уже даже череночки с него снимала две штуки и он вот какой выдал самый мощный черенок на солнышке вот эти более тоненькие почему-то напоминает серпантин очень симпатичное растение такое ни на что не похожие вот такой лесной красавицы пытается у меня тут ветвиться и я этому очень рада смотрите сколько побегов пошло от корня прям умничка умничка очень нравится цветочек вот такие у меня лесные кактусики живут это я а царица ночи расположилась как истинная царица посреди полочки на самом ярком освещении потому что сейчас для образования корней и активного роста конечно же нужен длинный фотосинтез и это обеспечивается длинным световым днем смотрите за окном меня уже уже стемнело уже такой темный темный вечер и солнце скрылось за горизонт а здесь день будет еще несколько часов конечно же растением здесь очень хорошо укореняться укореняю я под лампами даже сложно укореняемые черенки булгенвили а уж декабристые и эпифитные кактусы и подавно хорошо пойдут в рот вот такие у нас с вами сегодня сделаны дела сформировали с вами сразу кустик царицы ночи посмотрели все эпифитные мои растения кактусы и мы с вами закругляемся до следующей встречи благодарю вас за вашу дружбу и лайки и пока пока до скорых встреч увидимся